Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря долгожданный блок релизов из США. Важная статистика, которая непременно должна сказаться на вероятности снижения ключевой процентной ставки в марте и, соответственно, на курсе американского доллара. Ну, если мы получим какие-нибудь импульсные движения по американской валюте, разумеется, это затронет, заденет и динамику других активов валютного рынка. Сегодня на повестке экономического календаря в 13.30 по GMT первичные заявки на пособие по безработице. И также в это время выйдет релиз по годовым данным ВВП. США за третий квартал. Сейчас переключимся на индекс доллара и, соответственно, поговорим по макроэкономическим отчетам, поскольку я считаю, что вы должны, конечно же, быть в курсе вот этого фундаментального фона и должны сами прийти к тому, что на данный момент, по сути, каждый отчет, который публикуется в США, выходит по американской экономике, он выстилает дорогу вот к этому первому потенциальному снижению ключевой процентной ставки. Если вы, так же, как и я, уверены в том, что это решение неизбежно в первом квартале, то есть то, что ставку могут снизить на 25 байсных пунктов, вы должны тоже с особым акцентом и интересом сейчас разбирать вот эти фундаментальные отчеты. Прежде чем перейти к тем релизам, которые мы ожидаем, давайте вкратце. По индексу доллара 101.95 текущей котировки не сильно выше. Мы ушли с значениями прошлой торговой сессии. Доллар остается под давлением, но движение очень вялое. Это можно объяснить, опять же, убывающей ликвидности на рынке. Это также можно объяснить тем, что рынок не знает, что еще сейчас заложить в основу будущих трейдов, потому что все, что можно было отработать на рынке, уже, собственно, отработали. От данных по инфляции и заканчивая вот этого долгожданного анонса от Федрезерва о том, что американская монетарная политика может чуть скоро измениться. И сейчас трейдеры нуждаются в каком-то дополнительном статистическом топливе. И я надеюсь, что сегодняшний день и завтра, когда выйдут данные по личным доходам, личным расходам, эта статистика и заказом товара длительного пользования все-таки сможет оживить рынки и сделать их более интересными. На этой неделе были данные по рынку недвижимости, в частности, количество выданных разрешений на строительство снизилось на 2,5%. И мы помним, что как только вышел этот отчет, вероятность снижения ставки выросла в марте. Вчера был релиз по продажам на вторичном рынке. Недвижимость, ну, скромный прирост, я бы даже сказал, что при росте на 0,8%, в целом можно говорить о том, что отрасль все равно продолжает испытывать все давление. И если сейчас переключить внимание на инструмент FedWatch Tool, который оценивает вероятность снижения ключевой процентной ставки, то мы увидим там цифру уже почти в 74%. То есть за день до этого показатель был 70%, а сейчас 74%. Трейдеры, инвесторы уверены в том, что ФРС все-таки сделает ход ко нем и, наконец-таки, не только официально подтвердит завершение текущего цикла ужеточения монетарной политики, но и начнет уже создавать условия для, может быть, будущего экономического восстановления, поскольку придет к выводу, что снижение инфляции – это уже почти естественный, самоподдерживающийся механизм и тенденция, которая не нуждается в какой-то дополнительной помощи со стороны американского регулятора. Очень надеюсь, что после выхода данных по привычным заявкам на пособие по безработице, кстати говоря, ожидается прирост. Если две недели назад количество было 200, 2000 обращений, то сейчас 215 по прогнозам. Годовые данные за третий квартал в прошлый раз удивили, конечно же, своим сильным показателем – 5,2% роста, но я думаю, что этот все-таки показатель будет в конечном счете скорректирован. Или финальная все-таки цифра будет такая же, но в четвертом квартале мы увидим цифру, которая будет несколько сглаживать эффект от какого-то необычайно высокого роста ВВП. Я думаю, что по природе американская экономика не может демонстрировать такие темпы экономического восстановления только потому, что это развитая страна, а не развивающаяся. Ждем статистику. Анонс следующих релизов также на пятницу тоже дан, поэтому следим за тем, как меняются рыночные настроения, но пока что они, конечно же, все равно предполагают еще большую слабость американского доллара. Но не забывайте, друзья, то, что мы очень сильно уже просили по доллару, по рисковым инструментам, очень сильно отросли. Поэтому если вы все-таки очень болезненно воспринимаете коррекционные откаты, и бывает так, что перекладываете ответственность на других, то, может быть, на текущих уровнях вам стоит подумать, чтобы зафиксировать результаты сделки и посмотреть за развитием событий со стороны. Ну а если вы все-таки уверены в том, что сейчас та самая пора, когда нужно рисковать, тогда еще раз возвесьте все за и против. Если вы согласны с моими аргументами, ну да, тогда давайте ждать индекс доллара на более низких ценовых значениях. Золото. 2036 долларов за тройскую омсу. Опять же, наш традиционный набор инструментов, которым мы оправдываем рост золота. Это снижение доходности американских облигаций. Сейчас эта нисходящая динамика стала еще более вынужденная, потому что показатель 3,86%. Сегодня с азиатской сессии мы видим тоже давление на доходности сохраняется. Сантимент тоже на стороне покупателей. 62% трейдеров шарстит. Меньшинство, соответственно, в покупках. Доллар остается уязвимым валютным инструментом и, опять же, нечего даже использовать, чтобы поставить на коррекционный откат и более глубокое снижение. Мы ждем дальнейшего восстановления рынка драгоценных металлов. Австралиец против доллара 0,6750. Поддержку австралийцу оказывают протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии. Мы их ранее разбирали. Самый главный вывод то, что был дан очевидный сигнал того, что австралийский регулятор рассмотрит, скорее всего, возможность еще одного повышения ставки в начале следующего года. Также макропозитив из Китая, стратегического партнера Австралии. Снижение доллара – это тот фундамент, на котором австралийская валюта может легко превысить отметку 0,68. Американский фондовый рынок S&P 4764 пункта. После того, как мы коснулись нового исторического максимума 4,800, последовала коррекция, что тоже вполне логично. Изменился ли фонд? Нет. Так же, как я уверен в том, что американский индекс долларовый будет снижаться, я допускаю, что фонда еще какое-то время будет ролировать и, в частности, S&P может легко достичь отметки 4,900 и даже повыше. Евро против доллара 1,0950. Цель 1,10 остается актуальной. Каждый день мы получаем европейскую статистику, какие-то отчеты, и все они доказывают, насколько все плохо в экономике еврозоны. Но еще раз, друзья, рынок сейчас заряжен только идеей слабости доллара, поэтому плевать на европейскую статистику. Ну и к тому же, все-таки тем, кто хочет копнуть поглубже фундаментальный фон, у них всегда есть козырь в рукаве. Это последнее заявление Кристин Лагард, главы Европейского центрального банка, о том, что, несмотря на текущее снижение инфляции, это не значит, что эта тенденция продолжится и дальше. Потому что, по мнению Лагард, именно похолодание, которое неизбежно в ближайшие месяцы, вкупе еще с тем, что сейчас происходит в Красном море, это может обеспечить все-таки рост цен на энергоносителей и толкнуть инфляцию выше текущих значений. Ну, честно говоря, что-то в этом есть. То есть риски инфляционные присутствуют, и, может быть, ИЦБ прям делает очень большую ставку на то, что еще рано оговорить и объявлять победу над высокой инфляцией. В общем, евро тоже пока интересен как инструмент для открытия длинных позиций, и цели тоже обозначены. По британской валюте 1,2650. Вчера мы ждали данные по инфляции. По сути, значения оказались ниже, чем можно было предположить. В годовом выражении индекс потребительских цен снизился с 4,6 до 3,9%. Базовая инфляция скорректировалась с 5,7 до 5,2%. Но не переживайте, особо это не меняет ничего, потому что Банк Англии видел предварительные индикаторы, которые предвещали возможность снижения инфляции, но все равно приняли решение пока что сохранять жесткую монетарную политику. Может быть, потому что Эндрю Бейли, который возглавляет Банк Англии, так же, как и Лагард, видит предпосылки для усиления инфляции в последующие периоды. Ждем данные по ВВП и роничным продажам, которые выйдут завтра. Соответственно, позитивные сюрпризы могут усилить интерес к фунту на фоне еще и слабого американского доллара. Поэтому по паре фунт-доллар ориентиры 1,28 и выше также остаются актуальными. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!